С автоматами в медицинских масках отныне все украинские пограничники нанесут свою службу подобным образом. Не стало исключением и Одесская область. Мы на пункте пропуска Кучурган. Здесь за сутки границу пересекает порядка полутора тысяч автомобилей и в разы больше пешеходов. Весь этот трафик необходимо проверить не только на наличие документов, но и провести через так называемый температурный скрининг. Для этого в арсенале стражей украинских границ появились бесконтактные термометры. Как это работает узнавал репортер. Это уже стало своеобразным ритуалом для всех, кто попадает на территорию Украины пешком либо на машине. Инспектор подносит специальный термометр колбу и через несколько секунд получает результат. Главная задача пограничников – обнаружить потенциального больного. Далее им займутся специалисты по профилю. В первую очередь мы изолируем транспортный засыпь и особу, чтобы унеможливать заражение других людей, которые принимают через государственный кордон и склад изменений прикордонных нарядов и других представителей контрольных органов и служб в пункте пропуска. И в дальнейшем достигаем выклик представителей МОЗ, которые прибывают до пункта пропуска из их подразделений. И проводят вымеры особи и в дальнейшем подтверждают факт наявности инфекции коронавируса. Здесь в Кучургане к такой процедуре на практике еще не прибегали, пока на то не было причин. Но пограничники в тренировочном режиме показали порядок таких действий. У водителя высокая температура, машину отгоняют на специальное отдаленное место. Подключаются специалисты-эпидемиологи. Проводят опрос для определения рисков, а затем возможного инфицированного помещают в изолятор. Для этого у потенциального подозреваемого должны быть такие признаки. Это человек с клиническими проявами респираторной инфекции. Это температура выше 38 градусов, почувствие озноба, кашель. По-друге, это человек проживала в странах, где зафиксированный коронавирус, або проживала в медицинских закладах в тех странах, где зафиксированный коронавирус. Анкетные данные такого человека попадают в Минздрав. Ему вручают памятку и отправляют в самоизоляцию по месту жительства. За своим здоровьем он следит самостоятельно. И только потом спецкоманда дезинфицирует место пребывания человека на пункте пропуска. У них есть химкостюмы, респираторы и дезинфицирующая жидкость. Водители, а это преимущественно жители непризнанного Приднестровья, к спецрежиму относятся с пониманием и признаются. У них с контролем дела обстоят похуже. Да, нужны. Всякие случаи нужны. То, что народные методы – это народные методы, а все-таки должно быть… Ну, есть опасность. Надо сделать так, чтобы принять какие-то меры. Даже эти маленькие меры помогут. Если спасут они одну жизнь, уже хорошо. Думаю, что да. Со стороны республики безопасность народа, населения. Думаю, что да. Вас это никак, да? Ну, если все хорошо, как бы проверили, то, в принципе, никак. Все нормально. Все хорошо. Пешие гости Украины солидарны с водителями и даже призывают не паниковать и не возводить китайский вирус в ранг мирового ЧП. Из аргументов – статистика. Из методов борьбы – классические приемы. Ой, ну по радио все время трещат. Ну, не боитесь? А что бояться? Это такой же грипп, как и любой. И от него смертность гораздо меньше, чем от любого гриппа. В год, вот как я слышала, 650 тысяч, ну, в мире, умирает от простого гриппа. Мы купили маски на всякий случай, ну, так как солиновая маска, и стараюсь даже детям говорить, чтобы почаще мыли руки. Интересно, что в приграничной Молдове, которая соседствует с Румынией, страной, где уже зафиксированы случаи заражения китайским вирусом, такого контроля нет. Граждане республики украинские усилия приветствуют и говорят, что у них паники пока не наблюдается. Считаю, нужны, потому что распространяется уже очень много случаев, допустим, Молдова, там рядом Румыния. В Украине, я не знаю, есть случаи, нет. Ну, и что, что нужны, почему нет. Это, в принципе, опасно, очень быстро распространяется. Так что я за. Паники никакой нет у нас. Люди в масках мало. Хотя нет, в масках стали чаще ходить, но паники никакой нет. Нормально все. Как долго продержится такой режим службы, неизвестно. Коварный коронавирус уже в Украине. Диагноз подтвердился у одного нашего соотечественника. Репортер напоминает, не занимайтесь самолечением, не пренебрегайте официальными инструкциями и обязательно обращайтесь к врачам. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер